Утренний колокольный звон храма Святой Троицы возвестил Пайковчан о знаменательном событии. В городское поселение приехал владыка Павел. Поводом стало пятилетие Ханты-Мансийской епархии. Позвольте сердечно всех вас поблагодарить за общие молитвы в эти святые паскальные дни, когда мы продолжаем приветствовать друг друга из вечно апостольским гимном «Христос воскресе!» Посетил торжественную литургию и руководитель муниципалитета. Вместе с прихожанами Владимир Семенов отстоял утреннюю службу. Вера, наверное, самая главная в нашей жизни. Я с детства крещен, и каждый день в церковь хожу, но утром, вечером молимся. С детства родители, бабушки, дедушки и крестили, и приучили к церкви. И вот мы Бога не забываем. Не забывает о муниципалитете и о культурном развитии. Паломническую миссию по территории епархии вместе с владыкой совершает и арт-группа «Ларга». Ее участники – победители шоу «Битвы хоров», которое проходило на одном из центральных каналов. Трио представило публике исполнение народных, классических, патриотических и вероучительных композиций. Пайковчане были в восторге. Между артистами и зрителями чувствовалось полное взаимопонимание. Потому на призыв подняться с мест зал отреагировал без промедления. Люди везде разные. Очень супертеплый прием. Северные люди и так тепло нас принимают. Мы просто счастливы. Мы покорены Пайковским. Благодарны каждому зрителю, который пришел. И просто влюбились в этот поселок. Активное участие в проведении благотворительного концерта принимал Владимир Семенов. Собранные средства пойдут на восстановление храма Святой Троицы. Вот уже пять лет во благо округа и региона, рука об руку, трудятся Нефтьюганский район и Ханты-Мансийская епархия. Этот крепкий союз уже стал залогом возрождения нравственных ценностей и духовного воспитания жителей. Пайковский стал четвертой остановкой в рабочей поездке митрополита Ханты-Мансийского и Сургутского. Завершит объезд территории Владыка Павел 30 мая в столице округа. Там соберется все духовенство Югры, чтобы совершить совместную молитву, подвести итог проделанной работы, за пять лет существования епархии и наметить планы на будущее. Анастасия Букарева, Ольга Слобоженюк, Юрий Баталов, телекомпания Нефтьюганского района. Субтитры создавал DimaTorzok